Гнездо Аистов 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 Я думаю, что нет. Сколько сейчас подписчиков у вашего канала? Ну, сейчас уже к 16 тысячам прибавляется. Ну, вот у меня, да, написано здесь, что где-то 16 с половиной тысяч подписчиков. Да, наверное, даже. Я уже, честно говоря, не слежу, потому что, ну, очень быстро сейчас пошел. И самое, друзья мои, самое главное, и я уверен, что среди наших телезрителей тоже есть поклонники этого замечательного YouTube-канала, самое главное событие в 2000, я так понимаю, 23-м году, то есть вот недавно появились Аистята? Да, уже 5 птенцов, это все, все яйца, которые были отложены, было отложено 5 яиц, и интрига была в том, будет ли 5 птенцов. Ну, вот 5 птенцов появилось, и сейчас интрига в том, что последний будет, так сказать, догонять старших, потому что разница 5-6 дней, там очень приличный вообще уже такой контраст между птенцами, первым и последним. И вот сейчас прямо все болеют за младшего, потому что он самый слабенький, но догоняет. Им уже раздали имена в интернет-сообществе? Нет, мы решили, что не будем давать имена птенцам, потому что, ну, типа плохая примета. Так, я понял. 10 лет канал существует, это первый выводок или были? Нет, это третий уже выводок, в прямом эфире имеется. Так вообще, это, конечно, аисты уже там, 11-й год уже, 11-й год подряд селятся аисты на этом гнезде. А в среднем у аистов сколько птенцов появляется? Ну, 3-4, это вот норма. Ну, сейчас вот прям рекорд, 5, да, это прям хороший. 5, это пока еще бабушка на 2 сказала, что будет дальше, никто не знает. Аисты, это птицы однолюбы? Ну, говорят, но по нашим наблюдениям, все-таки это разные птицы прилетают. То есть, это все-таки такой миф, который людям нравится, но на практике это не подтверждается. Имеется в виду то, что пара каждый раз состоит из разных птиц? Да, да, да. Прилетает, как правило, там самец, ну, бывает, и самка, и потом просто кто летит мимо, тот и... Кто успел занять гнездо, тот и... Да, 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 того этапочки. А бывает такое, что кто-то посягает на это гнездо и начинаются конфликты? Ну, бывает, бывает. Ну, в нашем случае не было, а так вообще бывают прям настоящие бои за гнездо. Особенно там в Европе, потому что там гнезд меньше, вместо меньше для поселения, так скажем. Где располагается это онлайн-гнездо? Ну, это под Калугой, недалеко, место мы не раскрываем, чтобы, так сказать, не было паломничества большого, потому что желаешь и хочешь много посетить. То есть вам пишут и говорят, можно мы приедем, посмотрим? Пишут, приезжают, привозят торты, подарки, картины, ну, то есть это такое большое сообщество уже появилось в стране, я так скажу, даже в мире. По поводу того, что привозят торты и различные подарки. Сейчас в современном мире, когда тебе пересылают какую-то поддержку, ну, там, в плане электронных каких-то денег, это называется донаты. Что с донатами у вашего канала? Поддерживающие? Донаты, вот, все это, весь этот канал, весь этот проект создан на донаты зрителей. То есть вначале как-то я вложился, а потом все это окупилось в разы, и сейчас просто все это идет на деньги зрителей. Как продолжаете развивать свою команду? Что планируете дальше делать? Ой, планы большие. Ну, береза, конечно, старая, березу надо будет пилить, потому что она уже внизу гнила, и надо ставить новый стоп, надо ставить новое гнездо, переносить его чуть-чуть в другое место. Ну, вот эти планы, это такая серьезная работа. Может быть, вы планируете поставить онлайн-камеру на одно из животных, связавшись с профессиональными биологами и орнитологами? Ну, нет, наверное, это все-таки другая тема. Только аисты будут под вашим пристальным взглядом? Или планируем еще куда-нибудь? Нет, еще у нас, зимой у нас есть кормушки, кормушки такие, которые работают в автоматическом режиме, и там мы всю зиму кормим птиц, и трансляция тоже круглосуточная. То есть вот зимой мы переключаемся на более мелких птиц, синицы, воробьи, снегири. Почему только птицы? Почему не переключиться на каких-нибудь крупных животных? Ну, в таком месте, где животных нет крупных, есть птицы. То есть выбираем из того, что есть. Но это же должен быть доступ к Wi-Fi, я так понимаю, чтобы добилась трансляция. Ну да, интернет есть, конечно, интернет. Не Wi-Fi, а интернет проводной. Интернет. То есть, допустим, онлайн-платину или онлайн-нару в вашем случае сделать достаточно сложно? Ну, сознавато, да. Это все-таки не наш профиль. Тогда можно развивать ферму? Ну, это можно. Вполне. Ну что ж, друзья мои, вот такой вот замечательный человек Дмитрий Покревский, орнитолог-любитель автора канала «Гнездо Аистов Онлайн». Подписывайтесь, кстати, обязательно становитесь и оказывайте поддержку этому каналу, потому что дело-то хорошее. Мы продолжаем.